Ребята, всем привет! Сегодня у нас на тесте Corvette C7 Grand Sport. Собственно говоря, Corvette 6,2 литра V8, задний привод, настоящая американская классика. В принципе, в каком-то стиле это, наверное, архаичная машина, то есть это задний привод, мощный мотор атмосферный, но машина дарит просто нереальные эмоции. Я всегда не был каким-то большим фанатом Corvette, я всегда считал, что это машина таких для каких-то понторезов, для тех, кому нужна просто очень сильная, яркая машина, чтобы на него обращали внимание. Мне всегда казалось, что по каким-то техническим сторонам, по управлению, по разгону, по динамике, эта машина довольно средняя. Но покатавшись на ней уже несколько дней, я понял, что я беру свои слова назад. Эта машина реально для драйва, для кайфа, для удовольствия. Она очень круто рулится, она очень круто ускоряется, у нее нереальный выхлоп. Давайте начнем знакомство с главного, с подкапотным пространством, посмотрим, что вообще там скрывается. И есть такой рычажок, он абсолютно невзрачный. Открываем, дергаем капот. Самое, что смешное, мне почему-то всегда казалось, что на Corvette капот открывается, как на нормальных машинах, но он открывается, как на Жигулях. Под капотом у нас 6,2 литра. Атмосферный двигатель. Комплектация у нас Grand Sport. Это версия что-то среднее между Stingray и Z06. Классическая американская восьмерка. Классический двигатель, который показал себя с лучших сторон. Очень надежный, очень неприхотливый. 460 сил. Что меня удивило очень сильно под капотом, то что здесь достаточно много пустого пространства. В основном у машин, ты открываешь капот, все довольно забито, все довольно плотно. Здесь же наоборот. И сам мотор, он смещен ближе к салону. Сделано это для лучшей развесовки. И это, я считаю, очень хороший шаг. Потому что машина, в принципе, получается довольно сбалансированная. Чтобы не было сильной нагрузки на переднюю ось, чтобы не было сильной нагрузки на заднюю ось, чтобы машина была сбалансирована. В этом плане, как мне кажется, у них получилось довольно-таки неплохо. Машина весит 1500 килограмм. Я считаю, что это вообще отличный вес для такого мотора, для такой мощности, для такого веса. Это больше, чем достаточно. Конечно, мало мощности никогда не бывает. Мне очень нравятся вот эти жабры на капоте. Они создают дополнительное охлаждение. Так как стоит радиатор, впереди огромная решетка. Здесь же тоже у нас есть решетка для охлаждения. Смотрится круто. Единственное, наверное, если идет снег или ставишь машину зимой под снегом, туда нальется и вода, и все остальное. Поэтому желательно, наверное, накрывать. Машина, чем она отличается от стандартного Stingray? Это у нее обвес от Z06. У нее имеются юбки, сплиттера. Спойлер. Можно, в принципе, сказать, что это такой даже white body. Очень интересный вот этот момент, что это охлаждение тормозов идет. В принципе, это как элементы дизайна. И смотрится очень круто. На машине стоят брэмбовские тормоза, шестипоршневые. В принципе, на мой взгляд, сзади могли бы быть немножко побольше. Тормозные диски. Из-за того, что стоят здесь разные широкие резины, кстати, сзади стоит 335 на 25 на 20. Впереди стоит 285 на 30 на 19. Из-за этого машина выглядит немножко шире сзади. Из-за этого она гораздо лучше держит дорогу, на мой взгляд. Два интересных параметра в этой машине. Вес лошадиная сила. Вес 1500 килограмм, 460 сил. Если вы посчитаете количество сил на тонну веса, получится довольно неплохие результаты. Все почему? Потому что машина сделана из композитных материалов. Карбоновый капот, пластиковый бампер, пластиковые крылья, карбоновая крыша, съемная. Двери. Пространственная рама сделана из алюминия. За счет этого достигается такой малый вес. И даже если мы берем в расчет Z06, у которого 650 сил, настолько же на 1500 килограмм. Это получается не сумасшедшие цифры, но очень и очень неплохие. У Bugatti, конечно, получше. И у Reliatom тоже неплохо. Но немножко другого класса машины. Что меня реально поразило в этой машине и чего я абсолютно от нее не ожидал, это багажник. Давайте туда заглянем и посмотрим, что он из себя представляет. Открывается он двумя способами. Кнопки из салона, либо с ключа. Ключ – это отдельный разговор. Я бы на месте инженеров Chevrolet сделал бы, наверное, какой-то более интересный и более красивый ключ, нежели вот такой. Абсолютно точно такой же ключ на Cadillac, на CTS. И здесь просто они меняют логотип от Chevrolet. Точно такие же кнопки. Зажимаем кнопку. Открывается багажник. Багажник, кстати, с автодоводчиком. То есть мы можем нажать. Соответственно, открывается полностью все заднее пространство. И мы видим реально вместительный, огромный багажник. Вчера мне пришлось встретить папу из аэропорта. И я был очень, так сказать, приятно удивлен тем, что сюда поместилось два больших чемодана, маленькая дорожная сумка и еще бы поместилось, я думаю, две-три сумки. Холодильник, да. Не холодильник можно, на самом деле, но поцарапайте спойлер, который стоит от Z06. И стоит он, конечно, таких денег, как всегда, каких-то безумных, если это оригинальная запчасть. Тоже минус, если что-то класть или запихивать в багажник, все, опять же, проходит через спойлер. Нужно быть предельно аккуратным. Что интересно, под самим, в самом багажнике, я только сегодня обнаружил, есть небольшие ящики-отсеки. Вот сюда можно поместить три бутылки пива, либо четыре банки, может быть, даже пять поместятся. Довольно вместительный бардачок. Здесь у нас стоит аккумулятор под этой стороной, с этой стороны разрезной задний мост, алюминиевые рычаги. Относительно современная конструкция, то есть это не обычные рессоры, как стояли на предыдущих корветах. Довольно-таки вполне современная конструкция. Что интересно, еще на этом машине сборные тормозные диски, можно обратить внимание. Вот человек, вот человек правильный. Что интересно, на этой дороге очень популярно, так сказать, ну, народ любит повалить. И те, кто знают, те, кто в курсе, когда проезжают, видят сзади мотоциклистов или автомобилистов, обязательно должны, не должны, по правилам правил такого нет, но по-человечески народ уступает, съезжает на обочину. Народ благодарит. Всем хорошо, всем спасибо. Зачем нужен еще такой большой багажник? Он нужен для того, чтобы поместить туда крышу. Есть две версии корветт. Купе или кабриолет. Кабриолет, у него, соответственно, мягкая крыша, все открывается с кнопки, она уезжает, складывается до 30 миль в час. Здесь же более спартанский вариант, но мне он нравится гораздо больше, потому что в кабриолете гораздо меньше багажника, и нет такого объема. В этом же плане мы открываем багажник. Для того, чтобы открыть крышу, нам нужно с двух сторон поднять рычажки. Мы скидываем солнцезащитные козырьки, отстегиваем впереди, отстегиваем сзади, отстегиваем с другой стороны. Ее может поднять один человек. Она карбоновая, поэтому должна быть достаточно легкая. И отстегнув все три застежки, мы ее поднимаем. Подняли крышу, и в багажниках есть специальное место для нее. Соответственно, вы продеваете ее вперед, и здесь защелкиваете. Все, у вас кабриолет. Что сразу бросается в глаза в салонах, это каркасные сидения. Очень удобные, очень комфортные, с хорошей боковой поддержкой. И, в принципе, ты не устаешь в дальней дороге на них, что тоже интересно. Трехточечные ремни красного цвета. Огромные, естественно, везде логотипы корвета. То есть он есть сзади, он есть на порогах, он есть на руле, он есть на ручке. Все это не Chevrolet, это именно корвет. Они позиционируют это как отдельный бренд. По салону есть довольно-таки много на самом деле замечаний. Первый раз я видел такую функцию, как открытие двери с кнопкой. Здесь нет никаких рычажков. Закрываешь дверь, нажимаешь на кнопочку и открываешь. Интересно, необычно, я до этого с таким не сталкивался. Очень хороший руль, приятный, спортивный, хорошо лежит в руках, кожаный. Здесь есть огромный мультимедийный экран, очень хорошее мультимедиа здесь стоит. И есть очень много всяких интересных функций. Например, до этого я, опять же, не сталкивался с функцией Valet Mode. Вы подъезжаете куда-то в ресторан, у вас подходит Valet, забирает у вас машину, ставит ее на парковку. И для того, чтобы у него не было доступа к вашей музыке, к вашим файлам, к вашим бардачкам, вы ставите код, он блокирует бардачок, он блокирует всю систему. Соответственно, человеку нет доступа никакой вашей личной информации. То есть у него есть просто доступ к машине, чтобы доехать от парковки, от входа до парковки, и от парковки до входа. В Valet Mode есть такая интересная вещь, как запись движения. Он записывает, опять же, запись с задней камеры, из камеры, которая установлена в зеркале заднего вида, куда машина поехала. Переходим к неприятным вещам, это качество салона. Кожа, здесь вопросов нету. Вот эти вот всякие маленькие детали, пластик, строчка, не самая ровная. Здесь какие-то кучи элементов торчащих, немножко это все дребезжит. Пластиковая панель. И самое, что меня поразило, это ковер сбоку, вот здесь вот. Здесь просто тупо ковер, ковролин. Ну, как в Жигулях, да, кстати, опять же, очень похоже. Вот почему-то уже второе сравнение с Жигулями идет, но без этого никуда у нас. Что еще в этой машине мне не понравилось, я прокололся даже один раз, это кнопка открывания багажника. Она находится вот здесь вот, и когда вы сидите и рулите, у меня, допустим, коленку, я могу легко ее нажать. И на ходу у тебя может открыться багажник. Еще одна очень интересная функция в этой машине, это регулируемый выхлоп. Причем регулируется он из самой системы. Можно поставить stealth mode, как они называют, можно поставить обычный городской, а можно поставить спортивный. Все три выхлопа, все три варианта заслонок работают по-разному. Можем сейчас продемонстрировать. Сейчас у нас стоит режим спорт. Выхлоп громкий, хорошая отсечка. Переключаем на тихий и пробуем показать на тихом. Совершенно другой выхлоп. Его как будто бы нет, мы слышим только двигатель. Включаем еще один вот тур mode. Промежуточный вариант, но я считаю, что не должен быть промежуточный вариант, он должен быть либо тихий, когда ты приезжаешь ночью домой и не хочешь разбудить соседей, либо наоборот, когда ты хочешь разбудить соседей, включаешь спорт mode и заезжаешь уже на нормальном выхлопе. Заводится также, можем сейчас заглушить, сделать выхлоп на тихий режим, заглушить машину и завести. Заводится как обычная гражданская машина, мы слышим, что большой мотор, но не слышим выхлопа. Приличные люди утром выезжают с таким выхлопом. Машина едет 3,6 секунды до 100 и пассажиру нужно за что-то держаться, когда он сидит рядом с вами. Здесь есть две ручки для того, чтобы пассажир держался и не вылетал из машины. Здесь стоит одна ручка для пассажира слева, для водителя нет, на пошках, допустим, есть две ручки для водителя. Не знаю, зачем ему в таком случае. И на двери. Пассажир держится, никуда не вылетает, он может кричать, орать, но будет держаться в седле, все будет хорошо. Есть несколько режимов, есть режим эко, режим тур, режим трек, режим спорт. Режим эко он такой довольно-таки экономный, аккуратно переключает скорости, не держит высоких оборотов. Режим тур он более такой средний, нечто среднее, мне больше по душе режим спорт, либо режим трек. В режиме трек отключаются всякие системы безопасности, в данный момент мы находимся с вами в горах, поэтому включаем режим спорт, включается режим выхлопа спортивный и пробуем с вами стартануть. Смотрим, нет ли машин у нас, сейчас я настрою зеркала немножко, попробую нажать газ-пол. Мне очень нравится на спортивном режиме режим отсечки. Выхлоп реально стреляет, очень это круто звучит и на режиме эко такого нет, это только режим спорт. Открываются заслонки, открывается выхлоп и можешь валить на все бабки. Здесь ограничение скорости 55 миль в час мы особо нарушать не будем, но можем позволить себе такую держать скорость в поворотах на этой машине. Машина идеально стоит на дороге, ее не кренит, чего я вообще не ожидал от Corvette. От Corvette я ожидал увидеть такое мягкое плавное управление, плавающую подвеску. Здесь же все наоборот, из-за разноширокой резины, из-за настройки подвески, из-за GM Active Suspension Management, как они их называют, машина держится на дороге практически как влетая. Здесь же на Corvette, если ты хочешь, ты нажал на газ, послушал выхлоп, раскрутил двигатель там до 6000 почти и насладился этим. Опять же, огромное преимущество этого Corvette, то, что это купе, хоть так и называемое, но снимается крыша. И мы едем сейчас без крыши, очень комфортной температуры, немножко печет солнце, но в Калифорнии все-таки прикольно. Потому что длинный капот, все равно немножко плавает она по дороге, влево-вправо. И есть небольшие как бы задержки в рулежке. Они, конечно, минимальны. За нами сейчас поедет машина в камуфляже. Кто знает вообще в комментах, что это за марка, что это за модель, пишите ваши догадки. В режиме спорт машина по-другому совершенно держит дорогу, у нее пропадает вот эта мягкость подвески. Ты чувствуешь каждую кочку, и это очень хорошо, это то, что как раз-таки нужно. На третьей скорости, сейчас мы едем 55 миль, мы от 55 до 70 примерно разгоняемся. Очень хороший у него подхват. Велосипедист едет 35 миль в час, что-то фига. Чуть-чуть. Вот сейчас я почувствовал небольшой провал в торм, в тормозах. Все-таки есть у него недочеты тормоза. Хоть и хорошие, шестипоршневые, но немножко иногда перегревается. Я чувствую, что я, наверное, немножко сейчас перегрел, поэтому нужно быть немножко аккуратным. Так, пробуем завести машину. Немножко дали тормозам остудиться. Попробуем сейчас стартануть газ в пол с отключенными системами в автомобиле. Посмотрим, что из этого получится. Пробуем. Удивительно, но в пробуксовку он не ушел. Вот это реальный кайф. Вот это кайф. Легонько. Занос я не продержал, дугу не продержал, но просто покрутил на месте пятачок. И это просто то, что именно нужно делать на этой машине. Просто нужно иметь бюджетную резину на заднюю, менять резину почаще и крутить пятаки. Все. Еще, на самом деле, что я заметил вчера, если едешь без крыши и закрываешь стекла боковые, что я сейчас делаю, становится в машине гораздо тише. Ну что, ребят, надеюсь, вам понравился этот обзор, надеюсь, вам понравился этот корвет. Я никогда не думал, что я стану фанатом этих корветов. Я всегда думал, что эта машина такая, попантоваться больше, но реально проперся с нее. И реально получает в нее очень сильное удовольствие. И с каждым днем мне она нравится все больше и больше. Спасибо огромное, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Очень много автомобильной движухи из Калифорнии. И очень много всяких тест-драйвов. Очень много всего остального. И с вами был Фи. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok